Куда мы едем, Дима? На речку. Как давно я хотела. Я тоже давно уже не ходила, Дим. Нырну, нету плода. Дядя в пытае, в очках плывет. Ладно, поплыл. Я, правда, ничего не вижу, где он там поплыл. Подсвечивает, а вон он плывет на спине. Так, все, в размашку пошел собак берегу. Тут торпеда плывет. А вон Димон в очках купается. Всем привет-привет. Выехали мы за город, на речку. Вообще за город такой. Тут уже границы рукой подать. Где-то вот сейчас мы какое-то место нашли. Там выбирают. Купаться будут сейчас там мужики наши. Решают, куда заехать. На бережку, на какой берег заехать. Ой, мне так засвечивает. Вот на вот эту вот реку мы хотим. Что-то тут заросла, где-то купаться-то не знаю. Никогда не через этого моста. А, вон там людей целая куча. Там, похоже, и пляж. Народу столько, блин, машин столько. Чисто. Так что, едем дальше. Немножко пропустили поворот, вернулись назад. Так, сейчас свернем. Подъезжаем. Тут вообще выруто что-то. А куда далеко? Вот они, мы приехали. Все. Приехали. Приехали на речку. За город плавает Владюша. Плывет, плывет. Еще плыви! Такая речка, что на глубину заплываешь, а там встаешь по грудь воды. Мелко. Все, мы накупались. Все счастливые. Ага. Всем понравилось. Дима не очень счастливый, потому что он хотел еще купаться. А мы его вытащили, забрали с воды. Хорошая речка. Ты правда до середины доплываешь и встаешь. По пояс воды. А она как-то обрывами. И водоросли на дне попадаются. А так хорошая речка, хорошее место. Правда вот уж выезжать аж за город. Сейчас заезжаем. Это получается поворот на Казахстан. И туда вот по трассе выходишь потом влево. И вот речка. Едем до дома. Это наш второй микрорайон. Вот яблоки брали с собой. Друзья. Пока сюда ехали. Кушали яблочки. Вот такой вечер. Мы только домой едем с речки. Накупались. Счастливые. Вода хорошая. Не холодная. Классная вода вообще. Хорошо накупались. Теперь новое место нашли, где купаться можно. Вот мы и дождались дождя. А льет как из ведра. Как льет. Прямой только дождь. Даже в окно не залетает, не попадает. Наконец-то целый день крутила, вертела. И вот только под вечер. Семь часов вечера, считай. И вот только пошел дождь. Коль бы прошел, пока нам домой идти. Ну теплый дождь и жара прям прет. С окна. Прям душно. Свергает. Всем привет, привет, друзья. Ничего не предвещало дождя. Вчера ливень прошел конкретный, что по всем улицам шла вода. И сегодня я собираюсь на работу. И пошел у нас ливень. Ну, конечно, вчера был еще сильнее, чем сегодня. Но сегодня тоже так-то хорошее идет. На работу надо идти сейчас. Пойду под дождем. Целый день светило солнце. Все было хорошо. А под вечер все раз-раз-раз небо все затянуло. Резко. И все. И дождь пошел. Так что такая у нас сейчас погода дождливая. Достала свою сушилку из подвала. У меня в ней идет пять листочков этих поддольников. Тут три всего. Нарезала яблочек. Нарезала яблочек, поставила сушить. Всю ночь будет гудеть, сушить. Вынесли на балкон. Чтобы дома жара эта не шла. Всегда на балконе сушим. Ну, и там, естественно, тоже вот они лежат. До завтрашнего вечера. Потом, может, до послезавтра. Ну, посмотрим, как высохнут. Сушилки уже это три года. Уже три года я на ней. В прошлом году, правда, яблок много не было. Поэтому мы вообще ее не доставали, ничего не сушили. Вот тут такая крышечка на ней. И показано, что можно сушить и при какой температуре. Правда, вот в прошлом году мы пробовали сушить рыбу. Не получилось. Либо я температуру сильно накрутила. В общем, она вообще ни о чем получилась. Выкинули мы ее. Ягоды сушить не пробовала. Груши сушили. Травки не пробовали. Грибы не пробовали. Шиповник тоже не пробовали. Вот яблоки сушили. Груши сушили. Вот, оказывается, можно и вишню сушить. Вишню мы тоже... Что-то я забыла. Вот надо было, пока массовая вишня шла, можно было тоже ее посушить. Вот такая сушилка. Тут такой регулятор. Сейчас он где-то на 65 градусов стоит. Ну, просто здесь вот написано, яблоки 50-70... 6-7 часов будут сушиться яблоки. Поэтому... Дует отсюда горячий воздух. Так вкусно пахнет яблочками велиными. Поэтому он стоит сушиться. Ну, до завтрашнего утра точно будет стоять всю ночь сушиться. Вот такая вот у нас погода. Такое черное небо. Ваня мне решил отвезти на работу. Потому что дождик моросит. Да и грязи такая. Поэтому вот едем на работу. Ну, хороший дождь прошел вчера. Еще после вчерашнего лужи-то не высохли. И сегодня опять идет. Такое небо черное. Камера даже не передает полную черную. На самом деле-то. Там прям по курсу с красной крыши. Это моя работа. И идти-то, кажется, вроде бы недалеко. Но дождик идет, намораться не хочется. И мокнуть тоже. Как ни идти, все равно намокнешь. Поэтому... А я сегодня не пешком. Все стекло залила вон. Что-то усиливается, что ли, да? Ну, ладно. Смотрите, ладно. Музыка. Этихи. Этихи. Субтитры создавал DimaTorzok